Всем привет! Рада видеть вас на своем канале. Надеюсь, вы рады меня слышать. Ну что, поговорим мы с вами о канале Пиратская жизнь, обсудим очередной просмотренный мной видеоролик, инспектируем магазин, все пробуем, как с голодного края закупились от души на 2000 колбасы влог. Ну что, на прогулку, говорит, решили выйти. Вытягиваю Вовку на прогулку. Пошли гулять, пошли гулять. Свисток этот свой мажет, не пойми для чего. Этой губнушкой гигиенической. Не, ну вообще-то понятно, там осень, зима, чтобы не облупились эти губы, да, не растрескались. А то их и так нет, еще и полопают все. Но ведь она же круглый год эту свою свистульку постоянно мажет. Неужели у нее так сохнут губы? Ну, просто ей жалко зиоровский блеск для губ. Ей так жалко, что она лучше будет помадкой, да, за 50 или 100 рублей пэцкать эти свои свистулеты. Ну, значит, что? Вовка одевается. В колготке заправил футболочку. Главное, чтобы она там не потерялась, да. Не футболочку, а платьице. Платьице. Дальше, да, сверху еще что у него там, какая-то мастерка или что там у него. Короче, типа спортивного костюма, что ли, напялил на себя. А потом рассказывает, что возле пятерочки там такие рукавицы какие-то продают, а еще мочалочки в виде там каких-то зайчиков, лунтиков, представляете, которыми вот так вот берешь, одеваешь на ручку и трешь, трешь, трешь. Пипец. Я представляю, если бы мой муж пришел домой и рассказывал мне, что он видел там где-то возле магазина продают мочалочки и в виде мультяшных героев, которые на ручку-то одеваются для того, чтобы его тереть. Или сам он мог себя тереть. Я не могу. Это же днище-то какое позорное. Вонинка тебе привалила счастье скупать своему чаду или чуду гороховому мочалочки. И в виде перчаточек мультяшных. Капец. Ужас. Ну, шо, зашли они в один магазин. Шо-то там, да, акции-акции, кричит Нинка. Я смотрю, по акциям он без акций смотрит. А шо, Нинок, так все горько. Шо, тебе приходится по акциям только бегать. Ну, ты ж у нас богатая. Ты ж у нас вообще. Денег у тебя аж куры у Ралкины не клюют. Ты ж можешь себе все позволить. Ты ж у нас успешная. Ты сама себя сделала, да? Чо так только акций? Уж покупай без акций. Нет. Ты ж уже докажи нам, шо ты богатая и успешная. Шо так все слабенько. Ну, и дальше я понимаю, что они чухают в спар. И это, опять же, получается, что не на прогулку, а за жрачкой. Мне вот одно интересно. Пешком они чухают, либо они на такси поехали. Ну, вообще-то, они же мимо, по-моему, что пятерочки проходили и заходили, что ли, да? Так, значит, решили пешкарем прогуляться. А шо, это уже и не страшно. То сидели дома, никуда не вылазили. И пришлось, да, говорить, шо нога болит. И при этом приговаривать, шо эта нога как-то там завернулась, подвернулась под ноутбуком, да, под компьютером, или что у нее там, компьютер, да. А тут уже что-то как-то и не страшно стало. Поперлась, короче, с фофонькой в спар. Наверное, решила-таки на разведку сходить и кое-какие дела там порешать. А какие это попозже. Шо-то делают, говорит, шо-то ремонтируют. И скорая помощь стоит вон. Нифига себе, ни ног. Это ты нам показываешь, да, достопримечательности города. Шо-то делают, шо-то делают. И скорая помощь стоит. Угу. Все ремонтируют. А я-то думала, ты хоть что-то покажешь. А ведь вечерний Нижний Новгород такой красивый. Вон у Тани в видео красота. Просто смотришь и любуешься. А ты все какими-то закоулками ходишь. Там, где потемнее, там, где ничего не видно, чтоб тебя никто не рассмотрел, чтоб тебя никто не увидел. Шо ж ты все прячешься? От кого ты все прячешься? Расскажи-ка ты нам. Кто за тобой охоту ведет? Ну и закоулками темными переулками, и они уже в спаре, значит. В спаре что? Взяли две пачки по акции пельменей. Ой, и это блохер. Такой известный блохер, который только пельменями, что ли, питается. А че так, Ниног? А че, все так плохо, а? Че так? Только пельмени, да еще и по акции. Говорит, две штуки у меня, две штуки. Ходит, рассматривает колбаску, да, копченую, дорогую. Но раскошелиться на нее не может. Ну, тогда Ниног выход один. Покупать ливерную. И прикиньте, им отрезали колбасу попробовать. Это какие хитрые. Интересно, а сколько ж они этой колбасы купят? Ну, видно, что колбаса-то не дешевая. Дальше она показала чек. Тысячу девятьсот с чем-то рублей. Да, и чек она показала. Я вам скажу, почему в конце. Купила две пачки килограммовые пельмени по двести девяносто девять рублей. Получается по триста. Слушайте, она еще там эти углеводы и белки считает. Нин, неужели ты думаешь, что тебе вообще кто-то верит, что ты там себя ограничиваешь в питании и что ты худеешь? Кому ты рассказываешь сказки? Посмотреть на твои ручонки в кадре. Так, знаешь, у тебя ручонки в кадре тоньше, чем у моей дочери, которая весит пятьдесят килограмм. Но, знаешь, башка у тебя по сравнению с ручонками, ну, весит точно тридцать килограмм. Ты хоть контролируй, что ты там творишь в этих редакторах. Ну, вот реально выглядишь, как я не знаю, я бы сказала, да мне не хочется уже доходить прям до таких оскорблений. Ну, это уже вообще просто. Неужели ты думаешь, что все кругом дураки? Дальше показалось, что еще ноги копченые купили. Да ладно, были бы они на самом деле, да, настоящего копченья. Также это жидкий дым. Это ж такая вредная еда. Хотя, вы знаете, люди, которые зависимы жрачкой, которые плевали на то, что они жрут, ну, им фиолетово. Так что, Нинка, кушай, кушай, никого не слушай. Жри, жри, обжирайся. Ты уже в свои сорок, да, ну, почти, скажем так, ты выглядишь уже на шестьдесят с хвостом. Это настолько убить себя именно жратвой и вот такой вот нервной жизнью, а нервная жизнь, потому что комментарии тебя прям колбасят ежедневно. Так это надо так постараться, чтобы ненавидеть себя, а любить больше жратву и деньги, что я таких еще не встречала. Хотя, вообще-то, люди зависимые, они все такие. Хлеб дальше показывает, говорит, хотела его порезать, но люди какие-то сильно пахнущие там стояли возле хлеба. И она якобы боялась. Мало ли что там от них. Нинок, ты себя-то давно нюхала. Вон тебе Вовка говорит, что ты вонючка. Он тебя-то по имени не называет. То вонючка, то ежик бритый, то еще что-нибудь, да. И говорил он уже сколько раз, что рыбой тухлой от тебя воняет, а ты еще про кого-то там свою свистульку открываешь. Ну, а дальше она показала колбасу. Колбасу, которая, значит, наверное, ту, которую они пробовали. И всего лишь 170 грамм. Как Нинка сказала, полбатона. Да, Нинок, ты раскошелилась всего лишь на 170 грамм. Ну, на больше, конечно же, ты потянуть не могла. У тебя всего лишь же было два косаря. Ну, а чек, ребят, она показала, потому что хотела доказать и показать всем, что с яйцами она никаких дел там не мутила. То есть и яйца она не покупала. Потому что, знаете, можно ведь купить и чек не показать. Да, поэтому она решила всем отчитаться, что в спар она ходила и не боится, но и яйца не покупала. Ну, и очень заметно, что она, как ни крути, на взводе. Причем на взводе она уже сколько дней. И вообще, как будто сама не своя. И понимаешь, что что-то произошло. Что-то произошло. Ну, я думаю, скоро выяснится, что произошло. В общем, мои дорогие, пишите, что думаете вы по этому поводу. Оставляйте свои комментарии. Оставляйте свое мнение. Ну, а я хочу напомнить, что это лично мое мнение. И я его никому не навязываю. И на этом я буду заканчивать и прощаться с вами. Всех вас обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok